Приветствую вас! Кто со мной еще не знаком, меня зовут Ирина Басюк и сегодня у меня будет обзор на хну для бровей CC Brow. Я не профессионал, не работаю с бровями, не бровист. Я лишь обычная девушка, которая умеет красить брови и не хочет переплачивать, ходить в салоны и делать постоянную коррекцию. Потому что коррекция стоит от тысячи до полутора тысяч и хватает ее, как на мои брови, где-то две недели. Это нужно постоянно поддерживать. Для меня лучший вариант, когда я сама умею делать и тоже скажем так, зачем заморачиваться делать хну, если можно просто сделать окрашивание. Но я скажу, что секрет вот такой хны в том, что если вы хотите отрастить брови, то эта хна необходима вам. Она стимулирует рост бровей раз. Во-вторых, она прокрашивает пушковые волоски, которые вы не видите, да, и вы наконец-таки потом видите, что у вас наконец-таки есть брови. Это два. И третье, она тонирует кожу, что важно, когда у вас редкие брови. Минус того, что если вы не профессионал, да, то вы где-то неравномерно прокрасите, может быть где-то будет где-то чуть недокрашенный пигмент. Это тоже ничего страшного, потому что вы научитесь есть красить. Один-два наложения, три, несколько раз в пользу, и все будет окей. Это не будет такого, что одна бровь темная, другая светлая. Это будут какие-то маленькие нюансики, и карандашиком вы подправите. Но поверьте, всегда проще делать окрашивание брови, когда у вас есть уже фундамент, буквально чик-чик подкорректировать и бежать, нежели чем вы рисуете бровь, тушуете. А если вы куда-то торопитесь, то это вообще очень-очень сложно. Ну а в повседневной, если у вас вы не делаете макияж, да, то есть днем, да, дневной, обычной, с ребенком дома, так это вообще идеально, когда у вас ухоженные бровки. Это очень круто, поэтому научитесь использовать. Отзывом в интернете одна из лидирующих красок, это CC Bro. До этого я брала, другую забыла, как называется марка, но, к сожалению или к счастью, я просто потеряла эту хну, не могу найти. И она имела сероватый потом, когда я красила, мне не нравилось, и мне требовалось перекрывать эту хну. А вот этот оттенок, она великолепно подходит, называется браун или коричневый. И давайте разберемся, как ей пользоваться. Что входит в состав CC Bro? Краска стоит 414 рублей. В первом попавшемся магазине у нас нашла. Сюда входит непосредственно порошок. Здесь 5 грамм. И также в рекламных целях положили краску для бровей, краска плюс окислитель. Потом попробую, расскажу вам. Способ применения. В стеклянной емкости смешать порошок хны с водой в пропорции 2 к 1. То есть 2 хны, 1 воды. Перемешать полученный состав до однородной массы, нанести состав по контуру бровей, дать высохнуть от 20 до 80 минут, смыть водой. Перед применением за 24 часа необходимо провести тест на аллергию. На глаз я капнула чуть-чуть водички, и сейчас примерно нужно в 2 раза больше насыпать порошка. Палочка для удаления кутикулы. Мне она очень нравится для того, чтобы как раз-таки дозировать, насыпать порошок. Перед применением я нанесла скраб. То есть элементарно обычно нанесла густо на бровь и хорошо промассировала. Смыла одновременно. Ну, после этого смыла водичкой. То есть наша задача очистить кожу. Так цвет останется дольше. Плюс нам надо обезжирить. Ну, соответственно, когда я проскрабировала, уже идет обезжиривание, скажем так. И просто умылась, убрала водой. Вот что у меня получилось. И, кстати, кто догадается, что это за емкость? Мне прям очень интересно. Кто будет первый, напишет в комментариях. Ну, вот прям очень знакомый всем продукт. Отчего футлярчик? Для нанесения мне удобна вот такая кисточка Джордани. Она идет и как для подводки. В общем, удобно прокрашивать брови ей. Она достаточно тоненькая, уже в хне, но классно прокрашивает волосы. И не даст уйти за контур. Очищаем лишнее и пошли красить, как обычно. После того, как вы нанесли первый слой хны, следует еще раз, когда краска подсохнет, добавить, может быть, два или три слоя. Если первый слой прокрашивается как-то тяжело, то на второй, на третий слой все прям очень легко ложится. Если вы тестируете какую-то краску для бровей впервые, это делаете самостоятельно, то рекомендую вам нанести, продержать, например, 20 минут первый раз, смыть, посмотреть и потом еще раз нанести. Для того, чтобы те места, которые вы не прокрасили, доделать, добавить и действительно выровнять брови. Продержала 20 минут для того, чтобы понять, какой оттенок, не переборщить, посмотреть, где я прокрасила, где не нанесла окраски. Вот такой вот результат у меня, естественно, получился. И мне хочется сделать брови чуть-чуть пошире. Оттенок мне этот подошел. Перед этим у меня был сероватый потон, мне не нравился. Поэтому сейчас попробую нанести второй раз и подкорректировать, посмотреть, как будет. Поэтому запомните вот такие мои бровки. В этот раз я чуть-чуть пожиже развела. Состояние такого густого соуса. В принципе, ничего страшного, если вы переборщите с водой, то есть вы добавите еще хны, либо наоборот, слишком густой, добавите чуть-чуть, там, пару капель водички. Когда я развела консистенцию более жидкую, мне она больше понравилась, потому что позволила прокрасить всю бровь очень хорошо, да, жидкая. Когда она суховатая, и я не до конца размешала, ложилась с комками, мне совсем комфортно было разнесение. Поэтому чем мне нравится хна, вы никогда не испортите ничего, вы не будет такого, что вы как-то неправильно смешали, добавили чуть капельку, либо добавили чуть порошка, перемешали, посмотрели, попробовали, как вам эта консистенция. Вот, и когда вы начинаете только это пробовать, да, для себя, то ничего страшного, сделали, нанесли, 20 минут подержали, смыли, посмотрели, потом еще раз добавили и научились. То есть вы набьете руку, и все будет очень-очень легко. Любые брови, если они у вас редкие, то прокрасить, конечно, тяжеловато. Ну вот я вам показала в домашних условиях, как можно не специалисту это делать. Я смываю красным, можно рекомендуется либо ватным диском, либо специальным маслом CC Brow, размягчить, потом расчесать, убрать. Я же делаю так, просто в раковине умываюсь, мочу, прикладываю в водичку, размягчается, и потом по чуть-чуть смываю легко. С учетом моих редких бровей, мне нравится. Да, потом я возьму карандашик и чуть-чуть, может быть, подкорректирую, буквально добавлю. Не рекомендуется в ближайшие сутки трогать брови, мочить брови, карандашиком можете подправить, но не мочить. Вот, то есть макияж я удалю ночью, так эффект оставлю. Сейчас приведу себя в порядок, волосы свои досушу, расчешу и поболтаем. Я сделала яркий макияж, и, как вы видите, недостаточно то, что я прокрасила брови, чуть-чуть требуется коррекция. Если это был бы простой нюдовый какой-то макияж, чуть-чуть ресничек, может быть, легкая стрелка, достаточно было. Но когда у вас интенсивные, все-таки нужна чуть-чуть коррекция, да. Давайте посмотрите, какие у меня бровки, какой макияж. Экспериментирую, тем более вот в таких оттенках розовый макияж, это считается новый розовый нюд, розовый макияж. Да, сейчас все в розовых тонах. Чуть-чуть подкорректирую, использую карандаши Джордани, безумно-безумно их люблю. И вот буквально там хвостик что-то подрисую. Да, конечно, я могла еще сделать и третье наложение краски Сити Броу, для того, чтобы выровнять недостаточки, где-то консистенцию перепроверить. Но для меня прежде всего окрашивание для бровей Сити Броу служит лишь базой под тени, для того, чтобы где-то доделать, дотушевать. Тем более буквально несколько дней, и они будут смываться, но когда есть база, и самое главное, когда у вас прокрашены пушковые вот эти вот бровки, они лучше потом выглядят. Ну или можно было вот в этот оттенок браун, потом добавить темный, черный оттенок, и потом еще отдельно прокрасить хорошо хвостик, вот эту вот нижнюю часть, чтобы сделать бровку идеальной. Моя задача показать вам сегодня просто принцип работы хны. Так, ну вот, немножко-немножко дотяну, что мне хотелось. То, что не прокрасила вот эту вот часть, чуть-чуть подкорректировать. Вот, как бы вот так, да? То есть чуть-чуть-чуть подкорректировала, уже бровь смотрится по-другому. Вы видите, буквально немножко хвостик, хотя можно было бы, еще раз говорю, взять еще хну, добавить туда чуть-чуть темнее оттеночек и доделать бровь. Вот здесь я вижу, у меня не прокрашена здесь чуть-чуть. Доделаем ее. Дорисую. Эта баночка стоит 414 рублей. Я купила ее в ближайшем магазине, может она где-то есть и дешевле. И не знаю, может быть, окрашивание на 20-30 точно здесь будет продуктов. У меня всегда были проблемы с бровями, и я реально, я мечтала сделать много раз татуаж. И здесь, и сейчас, каких только нету, микроблейдинг, пудровые, разные техники. Но, общаясь с другими топовыми визажистами, любыми визажистами, все говорят, не надо. Ни в коем случае. Это самое последнее, что нужно делать вообще. Вообще не делать. Мне нравится, многие даже показывают папку визажисты, почему нельзя делать татуаж бровей, потому что вам могут его испортить брови. А такая хна, это всего лишь недельку. Если вы видели прям косяк-косяк, не разобрались, то просто водичкой хорошо-хорошо потерли, и все. Но разберитесь в технике, и ваши брови будут ухоженными, и потом с ними вы можете делать все, что угодно. Было ли вам полезно такое видео? Пробовали вы сами окрашивание при помощи хны? Какой хны? Если да, пожалуйста, напишите в комментариях. До новых встреч. Будьте красивы, будьте счастливы.